Уважаемые отдыхающие, просьба подойти к спасателям. С вами будет проведено инструктивное занятие по оказанию первой помощи на воде. Пятеро подростков переплывали в Уфимку. Четверо смогли добраться до противоположного берега, а пятый стал тонуть. Друзья не смогли ему помочь. Спустя несколько часов спасатели обнаружили его тело. Всего с началом купального сезона в Уфе по состоянию на 28 июня утонуло 4 человека. Как же вести себя на воде и как помочь утопающему? Вот, пожалуйста, самая основная ошибка. Он подошел спереди, тот начал по нему взбираться, на него. Поймите, когда человек находится в воде, он испытывает стресс и панику. Первично для него это выжить самому. Он не думает о других. Поэтому ни в коем случае не подплываем к утопающему спереди. Многие думают, что такие навыки никогда не пригодятся. Но никто, к сожалению, не застрахован от несчастных случаев на воде. То есть 8, 29, 30. Делаем вдох. После чего смотрим наличие признаков жизни, появление пульсации, реакции зрачков на свет. Мы им рассказали, как оказывать правильно помощь человеку, который тонет. Соответственно, спасатели показали, как правильно нужно подплывать к нему, какие ошибки могут стоить жизни. Также показали на специальном манекене, как необходимо оказывать первую помощь при утоплении. Специалисты предупреждают, что все несчастные случаи в этом году в Уфе произошли на диких необорудованных пляжах. На официальных пляжах, где дежурят спасатели и имеется все необходимое для оказания помощи утопающему, риск сведен к минимуму. Но бдительности терять не стоит. Послушал спасателей, услышал нужную информацию для себя. Буду учить своих детей. Очень это важно для всех, потому что народу тонут много, плавать не умеют, плавают неправильно. Да, в этом году с начала купального сезона в Уфе на несанкционированных местах утонуло уже 4 человека. На официальных пляжах спасено 11 человек. Первонаперво нужно позвонить, сообщить спасателям, что в таком-то месте кто-то тонет. Но если вы уверены в своих силах, уверены в своих возможностях, что вы сможете спасти, то вы можете это попробовать сделать. Необходимо, если, например, несколько человек, соответственно, скооперироваться. Кто-то вызывает, например, спасателей, кто-то идет в воду, кто-то следит, например, где в данный момент находится пострадавший. Ежегодно в Уфе тонут десятки людей. Спасатели прилагают все усилия для того, чтобы сберечь жизни купальщиков. Но всегда необходимо помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Артур Бигнов, Егор Полторыхин, Лилия Галямова, телеканал Ю-ТВ.